шалом друзья мы стремительно приближаемся к празднику хануки с иврита ханукат маком ханукат байт означает обновить или типа новоселье сделать что-то новое в библейском формате это слово осветить сделать готовым приготовленным короче говоря мы приближаемся к хануке и я хочу просто пожелать каждому из вас реально духовного обновления пожелать вам чтобы божий дух наполнял ваши сердца и чтобы нечто особенное совершилось вас у меня есть несколько вещей которые подготовил их можно почитать в печатном тексте но хотелось сказать слова которые ну желаю чтобы вы услышали поняли разобрались вы знаете что в левит 23 главе есть так называемый справочник библейских или божественных или израильских праздников основных и они 7 и они как бы по полмота некая которая в себе заключает все что угодно начиная от посвящения господу богу служению ему и разумеется и реальному и эсхатологическое реальному спасению избавлению так вот ханука она в эту семерку вообще не входит и она так называемый по стороне праздник который случился намного позднее и но он описывается в некоторых не канонических книгах маковейских книгах события которые произошли так 160 170 до рождества и ишуа мессии и они оказались настолько памятными и глубокими неоднозначными в религиозной политической жизни израиля что господь бог так пожелал и они увековечились и с этим надо считаться по крайней мере мы видим что наш мессия ишуа считается с этим праздником и вот я хотел прочитать историю которая произошла в иерусалимском храме и ишуа пришел и посетил его и там как раз написано во время праздника обновления но вот ханука обновление о освещении новое начало чего-то такое давайте вместе откроем евангелие от иоанна 10 глава и мы читаем с 22 стиха настал же тогда в иерусалиме праздник обновления обновления ханука и была зима всегда ханука она примерно самое раннее это начало ноября конец ноября прошу прощения но обычно это всегда в декабре и в израиле уже зима подобно как сегодня у нас уже прохладно дожди идут ну и так вот не очень удобно на улице не останешься ночевать хоть для некоторых сибиряков пожалуй эта температура почти летние настал же тогда в иерусалиме праздник обновлений была зима и ходил и шуа в храме в притворе соломоновом тут иудеи обступили его и говорили ему долго ли тебе держать нас не одни в недоумении если ты маши их скажи прямо ну некоторые читая вот евангелие иоанна и видя как иудеи резко спрашивают машиаха христа говорят а вот они против него вы знаете это серьезный теологический вопрос которым занимаются многие ученые и спрашивают или это все иудеи или здесь под именем иудеи иоанн обозначал какое-то из движений которые противостояли и шуа и многие склоняются к тому к тому что когда иоанн использует слово иудеи вот таких вот коннотациях он не подразумевает все израильтяне он подразумевает чаще всего или садукеев или книжников и садукеев которые составляли некую такую элиту религиозного мира и с некоторым пренебрежением относились ко всему новому потому что держали за свои позиции за свои посты ну и вы понимаете что такое это короче говоря не антисемит не антисемитская евангелие как некоторые говорят просто под именем иудеи здесь обозначается каста первосвященников садукеев по всей видимости я так думаю тоже мне по крайней мере понятно и так я уже повторяюсь ханука это праздник обновления что там было в обновлении когда это реально случилось примерно 160 170 лет до рождества машеха ешо мы знаем что после александра македонского его великая империя с его смертью распалась на разные куски и короче одна часть которая называлась сирией правил антиох и этот эпифаин антиох эпифан и на какой-то момент он вдруг озадачился такой казалось бы классной идеей ну ка я объединю всех сделаю монолитной свою империю дам им одни уставы одни законы и религиозные законы тоже и вы знаете когда про такие вещи говорят то некоторым это удобно особенно людям таким супер либеральным ну давайте будем как все 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 равно а в некоторых случаях это вызывает проблему кстати библия священное писание еврейские священные писания они за свободу человека и это кстати у греков было крайне развито за демократию то есть выборы и все такое но когда казалось там были не только демократические свободы человека но и было момент религиозные и здесь вот как бы есть проблемка здесь всегда есть проблемка почему проблемка потому что греки эллинисты как бы для них было окей что израиль поклоняется своему богу просто не хотели его вставить в пантеон своих богов ну то есть ты относись также либерально ко всем остальным богам но эта штука немножко против истины или множко против истины потому что боги греции боги рима боги вавилона боги индии это вообще не боги и я коснусь этой темы немножко дальше но пока хочу сказать что епифан хотел вот такую вот политическая религиозную демократию установить это не нашло отзыва во всех сердцах евреев потому что господь бог когда-то нашему народу сказал ты будешь у меня амсгула моим народом выделенным не как другие народы не как другие кто выбрал для себя ангелов или каких-то существ кому они поклонялись ты мой и тут возникло восстание и семья священническая маковейская организовала все это и господь благословил без того чтобы господь благословил даже революцию даже там где произошли ну понятно кровавые вещи ничего бы не получилось короче говоря победили и вот праздник стал праздником и ешуа уважает этот праздник и на этот праздник он приходит в притвор соломона входит по храму и когда ему задают вопрос пили маши ах ешу отвечал им я читаю с 25 стиха я сказал вам и не верите дела которые творю я во имя отца моего они обо мне свидетельствуют но вы не верите ибо вы не из овец моих как я сказал вам овцы мои слушают голоса моего и я знаю их и они идут за мною я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек и никто не похитит их из руки моей но во первых в те дни уже были идеи что когда придет машиах он истолкует или разъяснит тору или сделает ее вообще частью которая интегрально связывается с плотью человека именно поэтому иеремия 31 31 говорит напишу там вам мои слова в сердце и это не будет для вас чем-то принужденным вы просто будете течь в этом и в другими словами еще говорит я уже все это делаю я включил определенные духовные механизмы посмотрите это касается разных людей количество моих учеников увеличивается люди принимают а если вы не принимаете наверно вы себя или слишком гордо держите а это было правдой потому что как я уже говорил садуке и особенно очень по-снопски относились ко всем остальным вообще это та маленькая часть информации которая у нас есть к сожалению очень мало знаем и вот евангелие одно из исторических пояснений которые говорят они как бы ну кто ты такой вы просто гордецы и поэтому вы не принимаете вещи которые я вам не только говорю вы видите дела которые я делаю а мы знаем какие дела там происходили там чудеса происходили там происходили вещи вообще не человеческого уровня разумения и другие грамотнейшие люди той эпохи типа никодима про которого мы читаем в других местах который был один судей израиля он свидетельствует дела которые ты делаешь никто не может делать если с ними находится господь бог короче говоря еще продолжает и говорит отец мой который дал мне их больше всех никто не может похитить их из руки отца моего я отец одно и здесь как бы ну такая жесткая фраза я в отце сокрыт еще говорит и по его воле я все это творю и даже люди которые пришли ко мне и стали моими учениками хасиде еще покрыты моей праведностью их бог дал мне и никто их не похитит из руки моей а вы видать не там а и я в отце сокрыт ну я читаю дальше это конечно для религиозного ортодокса и сегодня тоже типа я в боге это ну как бы жесткое заявление и опять иудеи схватили каменья чтобы побить его 31 стих 10 главы 32 я читаю до 34 иисус отвечал много добрых дел я показал вам от отца моего за которые из них хотите побить меня камнями людей сказали ему ответ не за доброе дело хотим побить тебя камнем но за богохульство и за то что ты будучи человеком делаешь себя богом и шо отвечал им и сказал не написано ли в законе вашем я сказал вы боги ну то есть он ссылается на очень интересное местописание и она записана в восемьдесят первом псалме в шестом стихе и там вот конкретно конкретно цитировка я сказал вы боги и сыны всевышнего все вы и этот псалом который ну как бы такой знаменательный псалом который как бы вот надо понять если мы читаем контекст этого псалма то мы вдруг читаем вас сел господь в сонме богов и там все время используется слово эль или элогим и рыга-рыга так что бог посреди других богов вас возможно есть другие боги знаете иврит сафа хашува вы меня нет иврит сафа очень интересная язык очень интересный и он говорит что словом элогим не всегда обозначается сам творец есть разные мнения и некоторые считаю же словом элогим можно обозначать до творца бога всемогущего и во многих местах писания именно этим словом объяснен или назван всемогущий творец но очень часто это имя применяется или каким-то судьям или к сынам бога всемогущего или каким-то духовным существам ответственным за так называемые стихии то есть которым подчинены там какие-то явления не природные но природные туда входят какие-то духовные явления ну короче есть на эту тему много разных пояснений туда входить сложно но это не есть тот а особенный творец миров и когда еще говорит эти слова он говорит там в псалме сказано в слове божьим которое для вас является актуальным что вы призваны к этому великому особенному призванию и вы знаете я думаю что что когда он говорит такие слова они понимают что вот это вот выражение это не значит что мы равны всемогущему но что мы потеряли нечто из-за своего греха из-за своих каких-то проблем мы спустились ниже того уровня которому признал нас господь бог псалом 8 говорит примерно о том же сами немного унизил его ты перед элогим человека и то ли перед богом то ли перед какими-то сверх высокими духовными существами которых бог поставил ответственно за нечто короче говоря еще говорит я вот здесь я говорю к вам в этот день ханука обновление чтобы в ваших мозгах вашей душе произошло вот это ре посвящение чтобы еще раз сказали господи а исполняем ли мы перед твоим лицом то к чему ты нас призвал еще продолжает говорить такие слова если он назвал богами тех которым было слово божие и не может нарушиться писание то ли когда отец освятил и послал то ли тому ли которого отец осветил и послал в мир вы говорите богохульствуешь потому что я сказал я сын божий и понятно что еще в таким случае говорит я я я в отце я я и отец одно но здесь мы как бы понимаем что он себя ставит в правильную позицию что он достиг но призывает нас достигать если я не творю дел отца моего не верьте мне а если творю то когда не верите мне верьте делам моим чтобы узнать и поверить что я вот во мне что отец во мне я в нем тогда опять искали схватить его но он уклонился от руки их ну как бы здесь было закрыто им они не могли понять понятно руха кодиш святой дух еще не был даден и это было очень сложно понять когда петр в конце концов исповедует ты мой господь и мой господин ты мой тот которому я доверяю то еще говорит не кровь и плоть открыли тебе я сейчас хочу поговорить еще раз про это вот выражение вы боги вы знаете в древнем мире который был крайне языческим там поклонялись самым различным божествам и мы знаем про эти пантеоны в греции или в и риме или в вавилоне или в индии я как-то пару лет назад был в японии и мне сказали что там более миллиона божеств и знаете это не все было на пустом месте по всей видимости вся эта тема разворачивалась в связи с бытием шестой главой там где написано сыны божии и как книга еноха говорит это были малахей шарет служебные ангелы которые сошли на землю и тут произошло то что произошло их потомки гибурим или нефалим в русском языке написано герои а на самом деле там нефалим те которые упали и были очень сильными они наверно пользуясь какими-то данными знаниями которые их не родители ангелы малахей шарет или какие-то духи другие духовные существа которые бытие 6 называется новья божия дали им они подняли захватили умы и сердца и территории и многие люди отождествляли их с такими божествами если кому-то из вас довелось когда-нибудь видеть такой фильм как боги египта или чего-то в этом роде понятно это голливудская иллюстрация но не что они там цепляли вот именно вот в такой позиции короче говоря еще говорит это все чушь эти захватили место но поклоняться нужно единому творцу а вы люди вы можете быть поставлены в позицию исполнять божью волю если вы пройдете через обновление через исцеление через откровение и нам господь ешуа говорит вы да можете во всем этом быть чтобы господь использовал вас и пусть каждый из нас не эти боги которые там летают или чего-то делают но делая добро и благословенное вечное мы можем этот мир наполнять обновлением и чудом хануки знаете во время хануки часто говорят о тех свечах светильниках которые говорили горели больше времени или меньше времени я не думаю что это так важно намного важнее что в этот день был освященных праздник который антиох епифан превратил в какое-то капище юпитера или еще там какого-то бога и нужно было очистить все это чтобы там загорелся небесный огонь и призвание вернулось ну вот в этом по крайней мере то о чем я хотел вам сказать чтобы хануку через машиха и еще только в нем если эта возможность прикоснуться и исполнить то предназначение которое господь бог для нас дал я желаю вам прикоснуться дать ему очистить нас и чтобы мы не ожесточили сердец наших как это сделали некоторые из садукеев тогда в иерусалимском храме чтобы мы могли сказать ешуа царь наш зайди в наше сердце и наполни нас твоим миром я желаю вам благословенный хануке пусть бог хранит всех вас а